здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки электростатика задача про шарики представим себе что у меня имеется вот металлический шарик я сказал представим себе что это металлический шарик на палочке а вот такая вот мороженка у нас получилась шарик на палочке ну хорошо вот давайте его и нарисуем шарик на палочке ну одному шарику спущен на палочке поэтому тут есть еще и второй шарик на палочке и третий шарик на палочке причем эти шарики до сделаны из проводящего материал из какого-нибудь металла то есть шарик есть огромное количество свободных электронов но хорошо и что интересно вот эти вот три шарика который кто-то сказать держит будем говорить так или воткнул эти палочки куда-то вот они друг с другом соприкасаются это очень и очень важно ну а теперь что помещаем эти шарики в электрическое поле в направлении силовых линий электрического поля будет у меня вот такое ну давайте эти шарики обозначим а б в вот три шарика а б в вопрос что же произойдет с этими шарики шариками которые друг с другом соприкасаются если мы их осторожненько вот потом вот разделим друг от друга вот и посмотрим что же будет происходить то есть вопрос а будут ли эти шарики заряжены будут ли эти шарики заряжены давайте с вами посмотрим что происходит если какой-нибудь металлический шарик помещаем в электрическое поле возьмем один шарик он у меня находится в электрическом поле что же происходит здесь как я уже сказал имеется огромнейшее количество свободных электронов которые как только попадают в электрическое поле на них действует сила причем сила будет действовать вот таким вот образом что все электроны начнут собираться вот в этой части а раз они все вот здесь собираются здесь будет находиться но большое количество электронов а здесь их практически уже не будет то есть это половинка зарядится но вернее не половинка вот это вот часть сказать этого шарика будет у нас отрицательную а это у нас будет положительного а посередине то ничего не будет вот все что так сказать могло разбежалась вот то есть вот здесь вот произойдет вот такая вот у нас образуется ну будем говорить так диполь да вот здесь будут минусы там будут у нас плюсы теперь давайте с вами посмотрим здесь вот у нас три металлических шарика и все электроны побежали 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 и все собрались вот на этом самом шарики а здесь у нас будет огромное количество положительных зарядов все электроны убежали а здесь что будет а здесь ничего не будет а здесь ничего не будет ну это как у магнитов Вот, если мы возьмем вот такой вот магнит плоский, здесь, допустим, северный полюс, здесь южный полюс, да, вот, если мы хотим что-то на магните, значит, мы можем магнитить, ну, вот, только таким вот образом, да, а здесь вот так вот возьмем и ничего не примагнитим. То же самое и здесь, вот, что мы должны были, так сказать, понять. Итак, шарик у нас А будет отрицательно заряжен, шарик В вообще не будет заряжен, да, будет нейтрален, а шарик В, да, будет заряжен у нас положительно. Вот, все. Вот такая вот задачка. Но это не вся задача. Давайте с вами дальше будем фантазировать. И сейчас мы с вами берем шарик, который осторожно, так сказать, вытащили с электрического поля. И он у нас заряжен. И поместили его на горизонтальной плоскости. Вот таким вот образом. Поместили. То есть, если мы посмотрим сверху, вот у нас имеется шарик А. Ну, шарик В брать вообще не нужно, потому что он вообще у нас нейтральный. Вот. А вот шарик В мы поместим на какое-то расстояние от шарика А. А мы знаем, что он у нас заряжен положительно. И сообщим ему вот какую-то скорость. Вот так вот. И что интересно, мы увидим, что этот шарик начнет у нас вот так вот двигаться. Начнет совершать вот такое вот движение. Вот это у нас скорость, которую мы сообщили этому шарику. Вот. Ну, по касателям, да. Как нарисуем? Вот так нарисуем, да. Вот так. О! Как-то таким вот образом. Да? Вот у нас скорость В нулевая. Это армагин. И он начинает у нас вот так вот крутиться, вертеться. Вот. Ну и что? Я задаю вопрос. А нужно нарисовать все силы, которые будут вот на этот шарик действовать? Все силы, которые на этот шарик будут действовать. Ну, давайте с вами. Мы смотрим, как бы, на этот шарик. Вот он же находится у нас на горизонтальной плоскости. Естественно, на него будет действовать сила тяжести. И будет действовать сила реакции опоры. А еще какая сила? О! Тут минус, тут плюс. Между ними будет действовать кулоновская сила. Сила взаимодействия. Потому что минус притягивает, будет плюс. Да? Вот так вот. Это будет сила, ну, электрическая, будем говорить так. Вот и все. Вот такие вот три сила будут действовать на этот самый шар. Так, что мы еще можем тут придумать? Ну, допустим, масса шарика – 1 сотая килограмма. Допустим, радиус вращения будет равен 0,9. И я посмотрю, равен 0,9 метра. Вот. Что еще? А и скорость, которую сообщили, он с этой скоростью будет двигаться 2 метра. 2 метра в секунду. Вот такая вот линейная скорость этого шарика. Вопрос, почему будет равен заряду этого шарика? Как же это найти? Вот. Ну, во-первых, мы должны понять, что заряд шарика А и заряд шарика В, они абсолютно одинаковы. Абсолютно одинаковы. Ага. Ну, а раз так, значит, что мы с вами сделаем вот это вот. У нас электрическая сила. А она равна у нас К, К1, К2, но поскольку заряды одинаковы, здесь будет К2, и деленное на Р2. А сила по второму закону Ньютона равна произведению массы на ускорение. Правильно? А ускорение у нас центростремительное. В квадрат деленное на радиус. Вот это я так и запишу. В квадрат деленное на радиус. АРР можно сократить. Вот. И поскольку мы ищем заряд, мы видим, что заряд у нас будет равен. К2. Можно писать так. М, В квадрат, АР, деленное на К. Ну, и отсюда будет следовать, что заряд шарика, который мы ищем, это квадратный корень. Из В квадрат, под квадратом, да, если получится В, а тут будет квадратный корень. М, АР, деленное на К. Все, ребятки. Что нужно сделать? А просто нужно взять калькулятор и посчитать. Если вы все правильно поисчитаете, вы получите, что заряд шарика будет равен 2 на 10 в минус 6 степени кулон. А 10 в минус 6 степени называется микрокулон. Значит, ответ будет 2 микрокулона. Ну, пишу так еще. М, микрокулона. Вот так вот. Обязательно возьмите калькулятор. Обязательно почитайте. Ну, а раз так, мы знаем заряд шарика, естественно, возникает вопрос, а сколько вот электронов на этом шарике находится? Ага, как же это сделать? Да очень просто. Ну, кстати говоря, да, вот. Нужно просто-напросто найти это количество. Для этого заряд шарика нужно поделить на заряд электрона. Вот и все. То есть 2 на 10 в минус 6 степени кулон поделить на заряд электрона. 1,6 на 10 в минус 19 степени кулона. Я говорил про этот шарик. Он же у нас отрицательный. Заряд отрицательный. Минус-минус дает плюс. Взяли, подсчитали. Ну, после утомительных расчетов. Как будто бы. Получаем 1,25 на 10 в 13 степени кулона. Минус электронов находится на этом самом шарике. Давайте еще один вопрос зададим. Что произойдет, если здесь-то у нас был отрицательно заряженный шарик, а там положительно заряженный шарик. Ну, и раз их поменяли местами и сообщили точно такую же скорость. Что-то изменится? Ничего не изменится. Абсолютно ничего не изменится. Вот все, как было, так сказать, и осталось. Вот. То есть от перемены, так сказать, мест слагаемых сумма не изменяется. Вот. Ну, и последний вопрос. А вопрос, он такой. А вот что будет, если вот этот шарик металлический, вот этот шарик у нас металлический, да, а шарик Б у нас сделан из такого материала, в котором нет свободных электронов. Ну, деревянный шарик. Они там, конечно, тоже имеются, но это ничтожно маленькое количество. Вот. Понятно, да? То есть этот у нас металлический, это металлический, а этот нет. Деревянный. Деревянный. Вот. Все. И мы тоже их помещаем в электрическое опоро. А потом осторожненько достаем. Выводим из электрического опора. Вопрос. А будут ли эти шарики заряжены? М? Будут или не будут? Ответ очень простой. Не будут. Вообще все эти шарика будут нейтральны. А почему? Да потому что этот шарик у нас да, тут будет собираться минус, тут будет плюс. да? Ну, количество минусов, количество плюсов ну, одинаковое. Так, по-простому, как говорится, говорю. Когда мы вытащили, все нейтрально. бежать некуда. Это B вот это вот B вот это не дает ничего делать. Вот так. Ну, ладно. Мне остается только добавить самую простую и прописную истину. Учите физику на самом суперском канале. Физика это просто. Канал, на котором любые задачи вдруг становятся просты и понятны и доступны. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Все. Всем доброго. До свидания. До новых встреч.